То есть мы оказались в ситуации, когда мы в целом имеем более простой способ решения своих проблем, нежели решение их с помощью других людей. Таким образом мы теряем навык формирования отношений с этими другими людьми, потому что в этом внутренне заинтересованы. И дальше наш мозг начинает лениться взаимодействовать с другими людьми. И мы взаимодействуем по касанию, поверхностно. Мы не проникаем друг в друга. А если мы не проникаем друг в друга, то нам и неинтересно. Потому что, чтобы чем-то заинтересоваться, нужно вникнуть, нужно увидеть объем, глубину и так далее. Вы же от этого страдаете, что другие люди не видят вашего объема, вашей глубины, ваших настоящих переживаний и так далее. Но точно так же и вы не видите их. И дальше мы такие социальные слепцы. Беда в том, что настоящие живые люди перестали быть нам интересны. Как так могло получиться? Почему мы испытываем чувство одиночества, при этом на самом деле не испытываем внутреннего интереса к другим людям? Но другие люди, они же сложные. Вы сами, каждый из вас сложен. И другой человек сложен. И строить с ним отношения – это всегда напряжение и работа. Нужно войти в его положение, нужно понять, какое он, что для него важно и так далее. Это большая внутренняя работа. Для осуществления этой работы нам нужна энергия. А энергию мозг все время привык экономить. И дальше мы сталкиваемся с такой ситуацией, что если мы можем обойтись без других людей, то мозг говорит, а давай ты обойдешься без них.